Югра вошла в тройку лидеров по развитию мини-футбола в стране. Рейтинг составлен Российской профильной ассоциацией. Одна из оценок – массовость. В регионе играют 150 команд всех возрастных групп. Это более 25 тысяч человек. Татьяна Тюкмаева встретилась с руководством Федерации мини-футбола Югры и узнала о планах на будущее. Тренировка сборной Ханты-Мансийска в команде студенты и трудящиеся. Выступают в первой лиге, занимаются по вечерам. Залы города расписаны по минутам. Денис, скажите, хватает ли на сегодня спортивных залов для футбола? На сегодняшний день в городе Ханты-Мансийске, как сказать вам, именно стандартный площадок для мини-футбола, где можно реализовывать тренировочный процесс в полном объеме, проводить соревнования различного уровня. В городе Ханты-Мансийске единственный пока спортзал, площадка стандартная, это спортзал Егорского государственного университета. Любители мини-футбола ждут новых площадок. В частности, сдачи новых комплексов в Ханты-Мансийске. Один из них уже готов на 80%. Его помещения позволят проводить соревнования различного уровня. Сегодня в округе мини-футбола играют более 25 тысяч человек. В планах увеличить показатели. Югра второй год подряд в тройке лидеров по развитию мини-футбола в стране. Успешно выступают юниорские и юношеские команды. В них играют и дети тренеров. Мини-футбол я занимаюсь с 10 лет. Привел меня в него папа. И сейчас мини-футбол для меня многое значит. Я играю за МФК Югра, ханты-Мансийскую команду. Еще мы играем на России. Сборная округа. До 2024 года по соглашению между Министерством спорта, правительством округа и Российским футбольным союзом в Югре откроют Академию футбола и профильное отделение в колледже Олимпийского резерва. Отдельное внимание уделят женской лиге. У нас развивается на территории города Нижневарцевка, города Мегиона, Нижневарцевского района. То есть команды также представляют у нас наш регион на зональных первенствах Российской Федерации. Сейчас у нас девочки 5-6 год вышли в финал России. Региональная федерация мини-футбола уже в марте проведет тренерские семинары. Задачи прежние – быть профессионалами и дальше растить чемпионов. Для справки, 16 югорчан выступают в национальных сборных России. Сейчас футболисты готовятся к юношеским олимпийским играм по мини-футболу. Татьяна Тюкмаева, Никита Ручкин, Вести Югория, Ханты-Мансийск.